МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно переписи населения в Нинецком округе проживают представители более 70 национальностей, в том числе более 66% – русские, ненцев – 18,6%, 9% – коми. Далее идут украинцы, белорусы, татары, азербайджанцы и другие национальности. По данным Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и Нинецкого округа, в регионе зарегистрировано 20 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера, одна национальная диаспора, два национальных региональных общественных движения и пять местных религиозных организаций христианского толка. Общественно-политическая обстановка в Нинецком округе в сфере межнациональных отношений на протяжении последних лет характеризуется как стабильная и контролируемая предпосылок к возникновению очагов социальной напряженности на национально-этнической основе не выявлена. 125 жителей Нинецкого округа отправились служить в ряды российской армии в 2015 году. Всего на призывную комиссию были приглашены 366 молодых людей, явка оказалась стопроцентной. Из них 81 человек освобожден от призыва по состоянию здоровья, 157 получили отсрочку в связи с заболеванием или обучением в образовательном учреждении. Всего на военную службу призваны 128 юношей. После прохождения медицинского обследования в сборном пункте Архангельска трое граждан вернулись обратно. В итоге ряды российской армии пополнили 125 жителей Нинецкого округа в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство проходит службу в Западном военном округе. Как отметили в военкомате, наиболее успешные вопросы осеннего призыва и отправки будущих солдат вооруженной силы решали в Канинском, Малоземельском, Омском, Тиманском, Юшарском, Телевисочном и Приморско-Куйском сельсоветах. Плановый показатель для региона, установленный Минобороны на 2015 год, составляет 149 человек. По федеральному закону призывная кампания в Нинецком округе проходит один раз в год осенью с ноября по декабрь. Порядок проведения государственной итоговой аттестации школьников претерпит изменения. Поправки коснутся как выпускников 11-х классов, сдающих единый государственный экзамен, так и учащихся 9-х классов, проходящих государственную итоговую аттестацию. Во-первых, предлагается увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на полтора часа по всем предметам и на 30 минут на выполнение раздела «Говорение ЕГЭ по иностранному языку». Эту возможность получат также школьники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды при сдаче ГИА в 9-м классе. Помимо этого, предполагается увеличить время хранения видеозаписи проведения ЕГЭ. Ранее они хранились в течение трех месяцев со дня проведения экзамена. Сейчас же предлагается хранить все видеозаписи до 1 марта следующего года со дня проведения экзамена. Это сделано для того, чтобы дать больше времени Рособранадзору и органам исполнительной власти субъектов, осуществляющим госуправление в сфере образования на выявление фактов нарушений порядка проведения экзамена. Депутаты окружного собрания вынесли на общественное обсуждение законопроект, вносящий изменения в окружной закон о мерах соцподдержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ниницкого округа. В частности, предлагается отсчитывать срок возможности получения субсидий приемной семье с момента оформления ею опекунства или попечительства. Еще одна предполагаемая поправка в закон вызвана желанием приемных родителей приобретать не только мебель, но и другие товары длительного пользования. Размер субсидий при этом не изменяется. Кроме того, зачисление в неочередном порядке в ближайшую дошкольную образовательную организацию предлагается распространить на семью опекуна-попечителя, воспитывающего ребенка на безвозмездной основе. Также предлагается ввести новую норму, закрепляющую сохранение данного права за ребенком, взятым на воспитание в приемную семью. Семью опекуна-попечителя на безвозмездной основе в случае его усыновления. В соответствии с действующим законодательством в случае усыновления ребенка данное право утрачивается. Жители округа могут ознакомиться с законопроектами и направить замечания и предложения до 25 февраля. На законодательном уровне предлагается решить проблему безнадзорных животных в Неницком округе. Государственная инспекция по ветеринарии разрабатывает правила содержания домашних животных, в соответствии с которыми процедура регистрации и чипирования питомцев станет обязательной. Решение о разработке специального нормативного правового акта принято после многочисленных обращений граждан. В инспекции считают, что данная мера также способна существенно повлиять на уровень ветеринарного и эпиазотического благополучия в регионе. Директор станции по борьбе с болезнями животных Игорь Зелянин считает, что законопроект позволит в целом повысить культуру содержания домашних животных, а также привлекать к ответственности владельцев, которые нарушают правила содержания своих питомцев. Смотрите сегодня в итоге в выпуске новостей продолжение рубрики «Человек к труда». Сегодня мой коллега Андрей Чуклин расскажет о пилоте гражданской авиации, командире вертолета Ми-8, ветеране заполярной авиации Николае Хлыбове. Вот уже около 40 лет Сергей Николаевич на своем верном и надежном вертолете Ми-8 служит северянам, доставляя людей и грузы во все точки Неницкого округа. Мужественно исполняет свои обязанности порой в экстремальных для полетов метеоусловиях. А когда речь идет о спасении человека, попавшего в беду, здесь делается все возможное, чтобы помочь пострадавшему. Мы летали по санцзаданию в Каратайку, там с Тундры привезли ребенка. Прилетели уже ночью. Эти условия сложные. Пришлось лететь по разрешению командира, ну по пункту 215 тогда было. Это на усмотрение командира полет выполняется. Вот. И когда там в Каратайке выключились, врач сходил, посмотрел ребенка и сказал, ну потом надо было везти, говорит, до Наринмара мы не довезем, надо лететь в Оркуту. И вот мы полетели в Оркуту, а погода была вот, ну, ниже и ниже, минимум. Вот. Леденели. Хорошо опытный. У меня второй пилот был, хороший мой помощник. Вооружен всеми техническими средствами. Пришли мы в Оркуту, зашли, нормально все, сели, ребенка на скорую помощь увезли. Чем закончилась эта история, узнаете сегодня в итоговом выпуске новостей. Это были все новости к этому часу. Итоги дня подведем, как обычно, в 20.00. Далее прогноз погоды. Продолжение следует.